Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой сессии недели. В данном случае мы говорим о торгах четверга. Сегодня у нас серия некоторых отчетов. Особенный акцент мы сделаем на статистику из Штатов. Давненько ее не было. И давно мы уже не говорили о тех рисках, которые все-таки нужно подразумевать. Если мы говорим вообще об американской экономике, риски это та же самая рецессия, ну или по крайней мере локальный экономический спад, который может в нее перетечь. Центральной темой на площадках остается общий уход трейдеров от риска. Мы видим, что логичным образом трейдеры выходят из евро, из фунта, из прочих инструментов австралийца, новозеландца. Мы видим снижение на рынке углеводородов. Бренд WTI в принципе позиционно идут вниз. Это, друзья, то, что в целом отражает нежелание трейдеров сейчас сталкиваться и иметь дело с теми инструментами, которые зависят, точнее, чье бычье будущее и, скажем так, благополучие зависят от хороших, позитивных макроэкономических трендов и общего улучшения экономической ситуации. Если говорить про рынок черного золота, я продолжаю ставить на то, что мы имеем очень хорошие шансы сейчас добраться до ближайшего ориентира в районе 65 долларов за баррель. Это, разумеется, котировки для бренда. Сейчас цены находятся повыше 68.12. В принципе, еще кажется, довольно серьезное снижение должна показать нефтянка. Но все-таки нефть активно ходит. И мы сейчас по-прежнему говорим о том, что на рынке достаточно вот этого фундаментального топлива, чтобы обеспечить это снижение. Это и риски для экономики глобального характера, замедления темпов роста и, как следствие, снижения спроса на углеводороды. Есть еще угроза потенциального роста предложения. Ее ни в коем случае не стоит забывать, даже если на рынке она активно не обсуждается. Почему сейчас стоит делать акцент на нее? Потому что совсем скоро истекает действие энергетического пакта, соглашение, когда страны ОПЕК-плюс сознательно, для того чтобы сохранить баланс на рынке, ограничили производство нефти. И, учитывая, что Штаты весьма агрессивны сейчас в отношении Венесуэлы и Ирана, вполне возможно, что нужно уже странам ОПЕК-плюс все-таки занимать другую позицию, которая предполагает наращивание производства, поскольку без поставок со стороны Ирана и Венесуэлы действительно есть проблемы потенциальные с этим самым балансом. Эту проблему нужно решать за счет дополнительного производства. Мы, друзья, следим еще и, если далеко не отходите от нефтянки, за статистикой по запасам нефти США. Кстати, сегодня, как вы помните, будет вопликован отчет по изменению данных по запасам. И нефти, и нефтепродуктов – это отчет от администрации энергетической информации. Публикуется он сегодня, это не совсем традиционное время, потому что в понедельник, в День памяти, был и отчеты поехали ровно на сутки вперед. На прошлой неделе статистика по запасам стала мощным катализатором для снижения цен на нефть, поскольку участники рынка увидели цифры, не свойственные для текущего сезона. Сезона повышенного спроса на топливо со стороны автолюбителей, скажем так, уже летнего сезона, когда, разумеется, увеличивается загрузка нефтеперерабатывающих заводов и, как следствие, сокращаются избытки накопленной сырья, в том числе и нефти. На прошлой неделе мы не увидели снижение запасов, напротив, статистика показала их рост. И, разумеется, продавцы воспряли духом после этого и решили использовать, ну, такой подарок, скажем, со стороны фундамента, чтобы усилить свои оппозиции. Правильно сделали это, им помогло все-таки продавить уровень 70, и сейчас мы уверенно держимся ниже. Друзья, если сегодня нам повезет как продавцам, увидите снова данные со знаком на плюс, я думаю, что продавцы не будут оставаться в стороне и, разумеется, продолжить восходящую динамику. Доллар иена 109.65 я ставлю, как и раньше, на то, что можно говорить о двух, как минимум, факторах, из-за которых пара доллар-иена будет снижаться. Это геополитика Китая, как вы помните вчера, намекнула о том, что будет использовать в зависимости США от редкоземельных металлов, которые поставлялись на территории США из Китая, чтобы оказать, скажем, такое же давление на США, как США сейчас оказывают давление на Китай. Это и есть продолжение торговой войны, о которой, друзья, я вам уже говорил. То есть мы ждем еще и 1 июня, это дата обступления в силу таможенных пошлинг Китая против США. Мы ждем также ответных мер, но еще больше локально сегодня мы ждем статистику, потому что в 15.30 выйдут годовые данные по ВВП США. Ожидания плохие с 3,2, скорее всего. По итогам первого квартала экономика должна была снизиться, может снизиться, точнее, до 3,1%. Сегодня мы ждем индекс расходов на личное потребление, тоже ожидания довольно скромные. Я думаю, что при выходе слабых показателей, таких важных, как активность потребителей и темп экономического роста, доходность американских облигаций рискует оказаться еще ниже, собственно, так же, как и доллар. Вместе со снижением американца будет снижаться и фондовый рынок. КСНП у нас добрался до цели, друзья, среднесрочной, которую мы ставили несколько недель назад. Это поддержка 2800 пунктов. Я вас поздравляю, тех, кто открывал короткие позиции. Сейчас мы находимся даже еще ниже, 2785 пунктов. Если хочется поддержать еще позиции, я вас поддерживаю в этом намерении, потому что уверен, что американская фонда на фоне тех рисков, которые я сейчас перечислил, разбирая ситуацию с парой доллар-иена, будет тяготеть к более низким значениям и ближайшей ориентиры 1730 пунктов. Австралиец против доллара, друзья, здесь нужно занимать короткие позиции и, возможно, даже торопиться, потому что мы ждем снижения процентной ставки не когда-то там в течение оставшейся части 2019 года, а уже в следующий вторник. Времени остается все меньше. Ставку снизит, я в это практически не сомневаюсь, так же, как и не сомневаюсь, что до конца этого года ставку, помимо июньского снижения, снизит еще дважды. Австралийцы, я думаю, что мы затронем чуть позже, может быть, поближе к непосредственно самому заседанию Резервного банка Австралии. Там есть нам о чем поговорить с оглядкой на риски из Китая. Австралийцы, кстати, новозеландцы являются, пожалуй, главными бенефициарами всех экономических трудностей поднебесной. Но так уж сложилось из-за тесных торгово-партнерских связей. Доллар канадец 1.3506 сейчас котируется, при этом локальный максимум был 1.3545. Тоже мы сделали наш ближайший ценовой ориентир. Я еще раз поздравляю, друзья, тех, кто ставил вместе со мной на снижение канадца. Опять же, отталкиваясь от того, что на канадца обязательно будет давить снижение нефтянки. И, разумеется, мягкая риторика Банка Канады. Ставку вчера оставили на прежнем уровне, как и предполагалось. Однако Банк Канады сделал ожидаемый и прогнозируемый акцент на риски глобального характера торговой неопределенности. И отметил, что очень сильно показатели торгового баланса и, в принципе, скажем, такой экономической достаточности подрывают именно снижение цен на нефть, которые, как вы понимаете, скорее всего будут находиться в такой же динамике и дальше. Новозеландец, как я уже отметил, вместе с австралийцем нужно делать ставку на СЭЛ. Прогноз экономической стабильности вчера показал то, что экономические ожидания резко оснижаются по росту ВПС 2,9. Прогноз на этот год был присмотрен до 2,1. И, конечно же, Резервный банк Австралии, точнее, Новой Зеландии, будет также снижать процентные ставки и дальше. Если ставить ценовой ориентир, это, я уверен, друзья, поддержка на уровне 0,64 по новозеландцу после доллара. А что касается австралийца, то тут нужно ориентироваться на уровне примерно 0,66-0,67. Евро против доллара снижается 1,1137. Мы ждем заседания Европейского центрального банка на следующей неделе. Учитывая то, что экономика Германии уже фактически убедила всех в том, что экономические проблемы охватили все сектора. Вчера мы даже по рынку труда получили данные, указывающие на то, что и этот сектор тоже буксует. Уровень безработицы вырос на 0,1%. Произошло это впервые за последние два года. Конечно же, Драги не имеет возможности отрицать проблемы, с которыми сейчас столкнулась еврозона. Поэтому детали программы ТЛТРО новых раундов экономического стимулирования будут представлены. Представляет это уже, друзья, в следующий четверг. Фунт против доллара 1,2631. Здесь тоже очевидно нисходящая динамика. Мы ждем также июнь. Судя по всему, первая декада июня у нас будет крайне насыщенный на события. Я настраиваю вас на волатильность и на то, что нам будет, друзья, чем торговать. В данном случае мы ждем 7 июня, когда Тереза Мэй уйдет официально в отставку. И мы будем вместе со всеми искать кандидатов на ее премьерское кресло. И в данном случае это Борис Джонсон, еще больше непримиримый сторонник Брекзита. И жесткого, скажем, выхода из состава ЕС. В общем, проблемы для фунта только начинаются. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.